всем привет сегодня будем делать шашлык из телячьей печени нам понадобится сама печень кусочек взял я на троих где-то на четверых нам достаточно будет черный молотый перец и нам понадобится соевый соус нам вначале надо сначала нарезать кусочки ребята избавиться надо сверху будет вот такой вот пленочки это обязательно иначе она будет нам мешать нам надо ее поддеть эту пленку чтобы снять попробовать туда пальцы просунуть вот так вот смотрите и аккуратно пальчиками ее сейчас снимать будем снятие обязательно надо иначе она ребята вкус не испортит но будет плохо желаться пальцами вот так вот она очень хорошо снимается чуть-чуть порвала ничего страшного сейчас я сниму начнем с этой стороны все вот отлично снимается все просто не видно буду вам покажу на камеру пальцы то просовываются и снимается печеночку нашу почистил смотрите какая она красивая стала теперь нам надо ее порезать кубиками чтобы насадить на шнуро в принципе практически одинаково размером но главное чтобы у нас на шампурика они сели одинаково чтобы одинаково прожатка была печеночка нашу нежную делящий порезали теперь нам надо ее поперчить я прошла серия как-то сделал шашлык с говяжьей печени я не перчил а здесь вот с перчинкой попробовал думаю надо поделиться с вами этим рецептом поперчить надо с двух сторон печеночка черный перец очень уважает перевернем все кусочки теперь нам понадобится пакет ребят я пакетами пользуюсь во первых экономно во вторых мало места в холодильнике занимает сейчас мы все перемещаем в пакет чтобы вам видно было добавляем туда соевый соус во-первых в пакете соевый соус растечется по всему нашему шашлыку как бы теперь его можно уже будет убрать сейчас в холодильник часа на четыре и потом уже включится когда я буду приготовить пока костерчик угольки подходит будем насаживать шашлычок ребят были вопросы задавали разные по поводу шашлыка почему я жарю шашлык на шампурах я как-то в комментариях отвечал но чтобы всем понятнее было ребят в итоге решетка есть решетка а шампур в итоге можно повернуть любой стороной увидел допустим какой-то кусочек недоготовленный значит надо повернуть а решетка поворачивается только в двух ракурсах вот из-за чего я на шампурах печеночку ношу и делаю насадили наши шашлыки идем уже их готовить костер уже почти потух сейчас угли раскидаем и начинаем приготовление угольки нам сильные не нужны печеночка наша очень нежная делаем послабже лучше подольше подготовить чем она засохнет и будет жесткая и переготавливать ни в коем случае нельзя в костер на мангальчик на гольки начинают они сразу подрумяниваться наши шашлычки чуть повернем подогреем их они пока прохладные и греются прошло где-то минут секунд 30 поворачиваем еще сейчас мы прогреваем печеночку нашу на холодное пусть греется ребят угли совсем слабенькие чтобы нам не сжечь нашу печеночку опять переворачиваем она уже согревается и какой цвет печеночка приобретает поджаристый и равномерный здесь погорячее уже начинает подгорать значит в сторону откинуть угольки запах уже пошел печеночный печеночный ребят но с жареной печеночкой такой вот С-образный настра аппетит и начальник у нас наша печеночка перестала вмещаться в мангал но чтобы равномерная прожарка была чтобы с края с краев вот эти тоже прожариваются мы на скосочек его положим и жарится подгорать начнем ребят зашкварчало шашлык наш значит уже прогрелся можно теперь почаще вращать его ребят вот почему телячья печеночка хороша она в том плане то что она не ужаривается а растягивается смотрите я ее ставил в таком плане когда начинал готовить а сейчас она стала зажариваться и она увеличивается в размере чтобы понятнее было смотрите на два куска выпираем еще переворачиваем посмотрите ребята вот этот кусок как изначально подгорел чуть-чуть вот почему хороша шампура можно повернуть в любую сторону ребят шкварчит переворачивать самое главное не горит вот чем хороши угольки слабенькие лучше подольше но будет вкуснее намного и вот желаемая корочка она уже присутствует ребят наши шашлычки почти уже готовы скоро пойдем дегустировать начинаем дегустацию начинаем дегустацию ну вот ребят возьму просто откушу где-нибудь даже с краю ммм ребята шашлычка такой вот это не то что на сковородке ммм тает во рту смотрите какая красотища ммм вот тут я понимаю ребят кому понравился рецепт ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на канал всем удачи пока